итак всем доброго времени суток и сегодня мы значит посмотрим на мой новый монитор ну как новый я уже купил некоторое время назад в общем потестировал и сейчас могу в принципе рассказать свое мнение о том как он работает и какого он качества и сейчас я вам покажу как у нас выглядит здесь вот собственно наш монитор это монитор от samsung модель у нас с 22 и 390 h led монитор с матрицей ps вот это почти то же самое что матрица и ps она в принципе обладает теми же свойствами то очень хорошая матрица и этот монитор примечательным тем что он принципе нет дорогой вот так у нас выглядит со стороны он довольно у нас такой увесистый тяжеленький мониторчик тут у нас как видим есть стандартные разъемы это у нас под выход колонки или наушники так у нас звук передается по hdmi также из подмещения обычная и это у нас питание и что самое интересное у нас здесь вот такая вот кнопочка джойстик вернее для управления системой монитора то есть менять настройки так далее он кстати очень удобный может показаться что он не очень удобно выполнен но на самом деле он очень удобный интуитивно понятным на старом мониторе у меня сбоку было вернее не сбоку они сзади были кнопки и было очень неудобно ими пользоваться потому что фиг запомнишь где какие находятся а здесь очень просто то есть вверх вниз переключатели право влево нажимаем выбор вот и в принципе никаких проблем с этим не испытывал а так вот у нас выглядит спереди вот так вот монитор очень пристойный за свои деньги брал я его по моему за 3800 гривен это примерно где-то 130 долларов около того это очень даже недорого качество очень хорошая единственное что проверяйте по месту сразу свою покупку потому что я видел пишут некоторые люди отзывы что могут быть битые пиксели в общем так что чтобы не было никаких проблем обязательно проверяем вот лично у меня все в порядке никаких проблем с пикселями у меня не было вот и собственно покупка я очень доволен и у меня блин перестали уставать глаза от нового старого монитора это просто был какой-то vps у меня был тфт монитор тн матриста вот блин глаза постоянно краснющие были и очень в общем он неудобный был и напряженный а у него соотношение сторон было четыре к трем здесь у нас 16 9 и это блин просто блаженство замечательный моник сейчас я вам подключу покажу по настройкам и как собственно передает картинку если на что этот монитор немножко синит когда смотришь под углом ну кто же как говорится под углом смотрит поэтому это как бы не критично старый мой монитор вообще выдавал инверсию когда смотришь допустим под острым углом вверх или немножко под углом носи ниже то он так он темнил а так он светлел вот с этим таким таких проблем нет инверсии нету практически вообще то есть под каким был углом ты не посмотрел картинка всегда различима и собственно даже тоже там немного он синит но это как бы не так критично по сравнению своим старым монитором и вообще замечательно единственное что он этот монитор очень ярким гораздо ярче чем мой старый моник у меня здесь яркость выключена вообще на минимум на 0 стоит я даже при дневной при комнатном освещении сижу и мне все отлично видно то есть вот так вот пришлось прикрутить яркость потому что этот монитор очень ярко единственное что и такая яркость полезно кстати в играх очень хорошо потому что даже в самых темных участках там где на моем старом мониторе невозможно было ничего здесь здесь все видно что такой вот плюсик ну в игрушки в принципе не то чтобы я часто играл ну варик рублюсь иногда варкрафт то есть него варкрафта обычный варкрафт по сети в на эти хорду из альянса если кто знает в общем такую штуковину рублю не сейчас вот покажу вам тут нас характеристики некоторые туда-сюда в общем здесь особо ничего такого интересного нету так что сейчас перейдем значит к его подключению и покажу вам как он как он значит в работе у нас так начал сейчас подключу все провода и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, издалека есть, кстати. Я вот сейчас смотрю, что-то есть такое. Когда сидишь близко к монитору... Ну, это, как я уже сказал, не критично. То есть совсем немножко. Сейчас посмотрим опять с близка. А, ну, так вот уже что-то есть. Чуть-чуть совсем, как видите, да? То есть совсем немного. Еле-еле. Посмотрим ещё отсюда. Тут тоже всё в порядке. Инверсии, как видите, никакой нет. Снизу тоже никакой инверсии нет. То есть вот чем этот монитор меня и зацепил? Тем, что нет инверсии. А ведь я собирался брать IPS-монитор, который стоит гораздо дороже. Но когда я увидел этот, я просто, блин, стоял, думал, я смотрю, это IPS. Ну, да нет. Потом начали разбираться, и это, оказывается, PLS-матрица. В магазине просто не было указано, что это за матрица такая стоит. И это PLS. Я начал разбираться, и выяснилось, что PLS это как бы аналог IPS. То есть Samsung делает по своей технологии. Я так понимаю, что эта технология какая-то, ну, видимо, спионерили какие-то вещи там, то есть, и, собственно, внедрили свои наработки и сделали вот этот вот монитор. Но единственное, чем PLS-матрица, она отличается, вот, так это стоимостью производства. IPS почему-то стоит дороже, видимо, какие-то другие технологии используются. А PLS стоит гораздо дешевле, то есть, как минимум, в 2-3 раза. Вот, и при этом PLS не обладает некоторыми, там, недостатками IPS-матриц, таких как Inversity. Здесь, как видите, такого нету, но есть немножко синева, ну, прям такого критичного нет. И цветопередача здесь отличная, он очень яркий, как я уже сказал, просто отлично. Здесь очень хороший такой, знаете, белый цвет. Здесь дело в том, что по настройкам у меня немножко в тёплый тон уходит. Я там настроил, чтобы мне было приятно смотреть на картинку, вот, чтобы глаза не уставали. Ну, а вообще можно любой температурный цвет выставить. Сейчас покажу вам по настройкам, что там. Настройки, как я уже сказал, здесь очень просто всё делать. Вот сейчас он, ну, это на камере синего ушло. На самом деле монитор белый, а на камеру почему-то синий. Частота обновления, кстати говоря, ну вот опять белый. Эта камера уже у нас так показывает. Частота обновления кадра у нас здесь 60 Гц. Мне, в принципе, достаточно, больше не надо. Не, ну, конечно, было бы хорошо, если бы было больше. Ну, и 60 Гц тоже нормально. Я всю жизнь, как бы, на 60, на 70 к 5 я просидел. Вот, единственное, что у меня были когда-то проекторы 120 Гц. Вот, ну, меня это особо не напрягает. Если, каком, вот такие вот у нас здесь настроечки. Джойстиком вверх, вниз свертим. Смотрим. Собственно, здесь всё очень просто. Возврат. Если мы, не входя в настройки, будем клацать вправо или влево, то это у нас, как видите, вот функция нам показывает. Вверх, вниз это у нас яркость. Как видите, яркость у меня на нуле. Контраст у меня стоит 70. Чёткость 51. Ну, собственно, здесь всё простенько. Так, яркость, громкость. Громкость у нас управляется, вот, у меня здесь выставлено на стол. И всё очень громко, звук передаётся. Так, дальше класс. Режим отдыха глаз. Здесь даже есть какие-то игровые режимы. Так, изображение вот у нас здесь стоит, яркость. Ну, как видите, здесь всё у меня выставлено. И вот у нас, кстати, по игровым режимам. Так, это у нас сейчас стоит пользовательский. Настройка от низеленного качества изображения. Так, потом улучшение деталей, яркости изображения. То есть это у нас повышает чёткость изображения. Можно включить. Но я этой функции не пользуюсь. Ну, сейчас посмотрим. Круга, режим 1. Вот так. Режим 1, режим 2. Я не пользуюсь этой вещью, поэтому как-то особо... У меня та картинка, которая есть, в принципе, вполне устраивает. И здесь настройки я практически не менял. Единственное, что цвет прокорректировал. Там более тёплый тон и так далее. Вот. Ну, в общем-то... И, как видите, вот у нас здесь HDMI у нас кабель выдаёт 60 Гц. Full HD разрешение у нас тут. Хотя, в принципе, в магазине я смотрел, там было написано, что всего максимум выдаёт 50 Гц. Но это не так. Когда я подключу HDMI, у нас 60 Гц. Ну, не знаю, может, по VGA кабелю и 50 Гц будет. Вот. Но HDMI у меня 60 выдаёт. И, в принципе, за ним комфортно сидеть. Он очень яркий, чёткий. Вообще, классный монитор. Блин, и после длительного использования, реально, всем рекомендую его покупать. PLS матрица, это замечательная. Единственное, что проверяете обязательно на наличие брака. Вот. И старайтесь внимательно смотреть на монитор. Искать битые пиксели. Или есть какие-то проблемы, дефекты и так далее. То обязательно отправляем его обратно. И чтобы нам прислали нормальный целый монитор. Я, собственно, купил в мониторе. Вот я именно пришёл и забрал вот с полки, тот, который стоял. И с ним, в принципе, всё было нормально. Он нигде не битый, ничего. С пикселями всё отлично. И, в общем-то, меня всё устроило. Так что, вот такой у нас сегодня мониторчик. Я, значит, заснял на видео. Качеством я вполне доволен. Так что, обязательно, можно покупать. Меня это вполне устраивает. То есть, если вы, конечно, игроман. И вам нужны, там, 120 Гц. То, конечно же, эта модель вам не подойдёт. Потому что 120 Гц решает. А если вам ещё нужно 4К. Ну, это уже совсем такие, значит. За эти самые. Так что, ну, каждый, чего там, кому надо. Я лично в игрушке не рублюсь. Поэтому мне хватает Full HD для работы в интернете. И, собственно, та картинка, которая на нём есть, меня вполне устраивает. Так что, классный Моник. Подписываемся на канал. Ставим лайки. Обязательно комментируем видео. Всем спасибо. Пока.